Заседание районного совета началось с представления официально утвержденных геральдических символов района Басарабяска – герба и флага. Как пояснил председатель района Николай Кендигелян, изображение на них имеет историческое обоснование. Оно символизирует занятость населения на железной дороге, а полосы, кроме того, означают 10 населенных пунктов района. Это прекрасно, мы этим должны гордиться. Район Басарабяска является одной из самых весомых составляющих в нашей стране, в Молдове. Поэтому мы его имеем, и я уверен в том, что совместно, значит, это очень патриотично, значит, мы будем делать все совместно с вами, все вместе будем делать все необходимое во благо имиджа нашего района, и для нас этот дешевый десант должно быть связано. Утвердив повестку дня, советники начали заседание с часа контроля. Отвечая на депутатский запрос Виктории Добровольской, перед присутствующими выступил вице-председатель района Василий Гузун. Он отчитался о результатах проверки качества окон, установленных в лице имени Александра Сергеевича Пушкина в 2013 году. Тендер на проведение работ выиграла фирма «Теодор Плус». Он отчет на депутатский запрос, отчетов разных продуктов, экспертный и депутатский фирма «Теодор Плус»! Виктория Добровольская, на осуществление проверки ее натолкнуло низкое качество окон, установленных в лицее ранее. Эти работы выполняла фирма «Маруха». Устранять недостатки пришлось новому подрядчику, но и по его работе у советника возникли вопросы. Они продлили выполнение работ. Это именно то, что они устранили, те работы, которые могла сделать «Маруха». Но я же не с потолка разговаривал с директором фирмы. Начальник управления образования Вероника Гороба рассказала об итогах финансовой проверки всех документов, относящихся к установке стеклопакетов. У дирекции финансов была плановая проверка. Вот они проверили то, что касается финансовой части. Потом, на сегодняшний момент, также с Капула, там проверяют тоже с инспекцией, с коррупцией, там тоже проверяют. И уже, наверное, в конце недели уже мы будем знать, они дадут нам полный ответ на наш вопрос. Сумма 999 230 леев. По документам 842 тысячи, вы помните, я просила подключить юриста. И тем более срок 28 февраля, вы согласны, в отличие от Василия Кирилловича? Да. А фактически весь март, потому что откосы не были доделаны, качество стекла было таким, что были трещины, нужно было заменить. Фактически это делалось, можно сказать, до сегодняшнего дня. И поэтому тот процент компенсации за нарушение сроков должен был с точки зрения юридической, как-то, я не знаю, отделом финансово или кем. То есть, все делать по закону. Однако советник Валентин Чемпоеж посчитал, что руководитель фирмы «Теодор Плус» попал под подозрение необоснованно. Все претензии необходимо было адресовать прежнему подрядчику, допустившему брак. А скажите, пожалуйста, Вы когда поднимали вопрос по поводу тех старых окон, которые сделал господин Наруха и... Крыбовый, да, фирма там? Наруха была. Там, значит, даже по сегодняшний день установлены окна наоборот. Качественной работы не было вообще произведено. Никто за это не поднимал руки. Хотя Вы в свое время могли бы поднять этот вопрос. Вы его не поднимали. На сегодняшний день господин Николаев своей фирме произвел... Было выделено районным советом, если не ошибаюсь, миллион лен. Я Вас спрашиваю. Вы за свои слова отвечаете в том, что там были поставлены окна некачественные? Или у Вас дезинформация? И кто Вас информирует в этом? Пожалуйста, ответите. Какие окна? Окна нынешние, о которых Вы сейчас там ведете речь? Речь идет, что я хотела выяснить. Насколько качественно делаются эти окна? Первоначальный анализ... Я не могу понять, о каких окнах вообще ведется речь? В первую очередь, тех, которые были ранее установлены. Чтобы не повторилась та ошибка, Вы и меня обменяете. Ранее установленные окна... Там вообще качества окон никаких. Никаких. Как мы собираемся здесь в Совете эти окна заменить? Или привлечь к ответственности тех людей, которые делали эти окна? Так при чем тут добровольство? Фирма Николаева... Подождите, подождите. Я председатель собрания, господин советник. Поэтому был задан депутатский запрос. Правильно? Не в адрот. Нет, подождите. Что такое... Мы не в память здесь, извините. Не надо дезинформировать нас, советников, о том, что были там некачественные окна, были потресканы. А что не было потресканных? Что в 28-м февраля все было сделано. Госпожа Добровольская, при установке окон всегда имеется 5% брака, если рабочие не хранят и устанавливают. Вы должны это понимать. Но не надо нас дезинформировать в том, что там были некачественные окна. Еще раз настоятельно рекомендовав Валентину Чимпаеш изложить свои претензии в виде депутатского запроса, председатель, ствующий на сессии, решил прервать дискуссию. В этом его поддержал и председатель района. Здесь не следственное дело. Я абсолютно не согласен с господином Чимпаеш. То есть, если депутат задал вопрос, это его право. И надо сказать спасибо депутату и всех присутствующих, что они задали вопрос. Имейте вопрос ко мне, как председателю. Я отчитаюсь по любым моментам и по любым деньгам. Господин Чимпаеш, ваш конкретный вопрос. Я хочу, чтобы после вот этого депутатского запроса были приняты какие-то конкретные меры. Пригласить те старые фирмы по устранению и по... Потому что они не сделали качественные окна. Вопрос был задан по старой фирме, часть секунды, по старой фирме Макруха, запрос госпожи Добровольской и по новой фирме. Перейдя к повестке дня, слово было предоставлено начальнику управления финансов Людмиле Никулица. Она проинформировала советников об исполнении бюджета района за 2013 год. Его доходная часть выполнена на 98,2%. То есть в бюджет не поступило около 2 миллионов леев. В основном это недоимки по водоходному налогу с предприятий и заработной платы физических лиц. Получилось вот это недополучение в бюджете в связи с тем, что в 2012 году железная дорога перечислила нам авансом около 3 миллиона 900 лей. Прибыли у них в 2013 году не было и у нас получается недополучение в бюджете. Как отметил советник Андрей Михайлов, недополучение средств в бюджет произошло из-за того, что налоговые правила менялись уже во время игры. Взяли и освободили в июне месяце железную дорогу от налога на прибыль. И вот что сказалось и на нашем городском бюджете, и районном. Мы об этом говорили до этого еще случая. Нас никто не послушал. И вот мы имеем то, что имеем. Считаю, что бюджет за прошлый год был, ну, кое-как он, конечно, был исполнен. Но хотелось бы, конечно, что он был исполнен получше, чем мы на самом деле. В этом году, я думаю, что ожидается не лучшая картина. Судя по всему, я как посмотрел поступление средств и в районный, и городской бюджет наш, тоже будем иметь проблемы, судя по всему. Начальник налоговой инспекции Аурелия Гнатовская назвала и другие причины снижения объема поступлений в бюджет. В частности, перевод предприятий и филиалов в другие районы. Это возмутило и народных избранников. Основной момент – это перевод учреждений, таких как Молтелеком, Горгаз и другие организации, перевод их в другие районы. То есть, все отчисления уходят в эти районы. Бесрабка остается без фактического финансирования, вернее, с урезанным бюджетом. Это основная проблема, и эти вопросы надо решать. Неужели нельзя этот процесс остановить? За кого они нас считают здесь? И потом начинают говорить о каком-то сепартизме, кто-то куда-то хочет. Нас заставляет каким-то образом действовать. Понимаете? Ну вот, что такое, какое отношение у нас к этому району? Если они хотят нас ликвидировать, пусть нам за это лицо. Мы хотим вас ликвидировать. Но мы будем действовать. Но вот таким образом мы с года в год не знаем, где взять эту картинку. Простите, как мы можем существовать эту? Значит, по поводу ликвидации района об этом и речь будет. Прозвучали и другие предложения о способах взыскания налогов с предприятий. В частности, речь зашла о Садоклийском свинокомплексе. Что мы можем сделать то, что директору стоит в плате, но не стоит фуратом? Фурат, все еще есть там, у ненавиденцы. Фурат, все еще нет, все еще и не движения. ПОЗИТИТ Продолжение следует... Своё объяснение произошедшему на предприятии нашлось и у одного из его бывших сотрудников Иона Цуцуяну. Продолжение следует... 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 То есть, в Менторке я решила корму цеха, шла обатор. Но ничего на аукционе, ничего по террористике, но вендут плопа куму в руки. Заметив, что зал заседания не место для сведения личных счетов, советники предложили перейти к следующим вопросам. Но разговор вновь зашел о том, почему финансовая ситуация в районе не вполне благоприятна. У Николая Кендигеля на этот счет есть свое мнение. У нас вот уже полгода на оперативном совещании у нас есть службы, которые подчиняются господину Кожоку, и в том числе и налоговой инспекции, и в том числе и СС, которые мы по финансам должны определяться, говорить. Абсолютно не ходят. Я, допустим, как мы уже говорили, при всем уважении Гавриле Михайловне, мы не можем совместно говорить, потому что полное игнорирование. На совещании в понедельник специально бойкот и не ходят. Если будет такое отношение госканцелиарии и лично господина Кожок, то есть вот это непонятное, значит, игнорирование, я собираю районный совет и мы обратимся, подпишем до каких пор это может продолжаться. Есть очень много вопросов, которые не выполняет налоговая инспекция. Значит, в частности, собирание в бюджет. В частности, у нас закрыто экономические агенты в районе 34 экономические агента. У нас политика налоговой инспекции, что должны штрафовать. Я против. Я говорил на эту тему и с начальником налоговой республиканской и так далее. Он был здесь. Мы должны помогать мелкому и среднему бизнесу. Мы должны помогать, Аврелия Михайловна, экономическим агентам. А не душите налоговой нагрузкой. Много есть вопросов к налоговикам. Надо их решать. А вы игнорируете, потому что вам сказал Кожок. Где написано, Аврелия Михайловна, в каком положении, что вы подчиняетесь государственной канцелярии? Написано, что координирует нашу работу. Значит, государственная канцелярия по закону контролирует нормативные акты, издаваемые вами. И все. День канцелями тренунными службами. Никаких совещаний они с вами не должны. Где написано, что они проводят должное совещание? Написано, координирует работу. Так я думаю, да. Послушайте сюда. Я считаю, что в данном случае, она превышает свои полномочия. Надеюсь, меня советники поддерживают. Мы просим вас, районные советники, чтобы вы эту работу координировали с районным руководством. Почему? Вы понимаете, что это правильно. Восконцелярии понятно. Она имеет свои функции. А мы не были против, чтобы координировать работу? Как выразились большинство советников, взаимоотношения между районными властями и налоговой инспекцией отражаются на жизнедеятельности всего района. Распортивая, как выражаетесь на ютубин, под년들у за поддержку, где включены несыгрештери, включая инспекторат фискал, эта вопроса, у нас тут не было, а прошу не видеть. Вопросы здесь прохвал, и я хочу спросить, почему мы держим в этом случае, Я думаю, что, в этот момент, это иреспособленность, так и к пользователям, как и к пенсионерам, которые нужно, чтобы не заниматься этим вопросом. Это очень много значит, потому что должна быть координация этой работы. Приняв к сведению информацию об исполнении бюджета за 2013 год, народные избранники приняли решение еще по ряду важных вопросов. Одним из них было организация и проведение мероприятий по благоустройству и озеленению населенных пунктов. По селам должно быть уже начато, потому что 22 марта двухмесячный весенний уже идет. У нас очень много работы. За две недели так в разведку по селам я проехался, и комиссия района в составе по пестицидам и минеральным удобрениям. Работы очень много, и поэтому у меня единственный вызов, предложение ко всем присутствующим в зале включиться в этом плане мероприятия, который будет утвержден по району. Решение было принято и по вопросу о создании комиссии, которая будет рассматривать заявления кандидатов, имеющих право на получение единовременного пособия, на строительство или приобретение жилья. Речь идет о ликвидаторах Чернобыльской катастрофы, ветеранах афганской войны и Приднестровского конфликта.